Форма обсуждения такая, что вот у нас такая тема, ожидание и реальность. Вот может быть кто-то может сказать, читали пьесы уральских драматургов, какие, если читать, то какие, и вот сравнить то, что вами уже было прочитано, и то, что вы слышали сегодня здесь. Есть такие у нас? Можно, пока все думают, я несколько слов скажу. Музей истории, вот Евгений Михайлович мне даст собрать, есть огромная работа, просто такой, наверное, почти на все стены, это полотно Пчелин, работа Пчелина огромная, где царя привозят из Тобольска. И вот у меня все время возникает тоже, вот, кстати, вопрос, да, в Тобольске, они, вся семья жила, почему их не оставили в Тобольске? Почему? Для страшного дела привезли сюда, в Екатеринбург, понимаете? Казалось бы, вот 800 метров, 800 километров Тобольск. Когда бываешь в Тобольске, то дом, где жила царская семья, он сохранен, там музей. Вообще-то табальчане очень любили царскую семью, они точно так же носили продукты и все. И у меня вопрос, зачем привезли семью сюда? Почему? И вопроса нет. Ответа нет на самом деле, потому что это действительно для того, вот место наше какое-то стало трагическим после этого события. Просто действительно вот такая метафизика места. Я хочу, ну, вы сейчас просто думаете над своими вопросами, а я хочу поблагодарить прежде всего Олега за мужество, наверное, за смелость, наверное, за какую-то честность, с которой он создал эту пьесу, потому что она на самом деле очень серьезная, очень непростая, очень неоднозначная. И очень много вопросов возникает, на которые у нас, ну, не всегда мы рискуем, можем ответить внутри себя, подискутировать. Поэтому и действительно в 100 метрах отсюда был Ипатьевский дом, который в 83-м году, или 85-м? В 79-м. В 79-м был снесен, да. И очень многие еще помнят, когда он здесь был, этот дом. Поэтому просто мурашки по коже, когда ребята читали эту пьесу, читали эти письма, воспоминания, страшные по своему содержанию, по своему смыслу. Поэтому хочу сказать большое спасибо, конечно, всем. Вам прежде всего, Олег, Семену Вяркину, за флиту Камерного театра. Хочу поблагодарить всех артистов наших, Александра Рушуя, Настю Иванову, Севу Мельничука. Хочу поблагодарить Сережу Шляпникова и Артема Патрушева, потому что, ну, они правда это сделали. Вы ведь не случайно остались для того, чтобы еще про это поговорить. Потому что как-то это было пронзительно сделано, очень мастерски. Спасибо, ребята. Вот, если, может быть, потом кто-то еще присоединится, можете стесняетесь, я бы буду рассказать про свои впечатления, когда первым было мое знакомство с Уральской драматургией. Действительно, это очень тягостное впечатление. Тягостное в каком плане? Например, я каждый раз, когда читаю «Пастилин Сигарева», а так получилось, что я его три раза прочитал, может, я такой большой поклонник Сигарева, хотя, конечно, прекрасный драматург. Ну, так получилось, там, в силу обучения в театральном институте, но я каждый раз попадал, просто впадал в депрессию после прочитания «Сигарева». Такое вот мощное впечатление на меня производило. Вот. Но с другой стороны, как бы, есть и другие пьесы, которые, в общем-то, не... Я не знаю, мне вот эта пьеса была невероятно интересна, потому что она, как бы, вот она ломает вообще все представление о драматургии. То есть, как бы, вот что такое драматургия там? Ну, вот у нас в зале присутствует несколько драматургов, я не буду соврать, там есть целая композиция, целая структура, которая, как бы, вот, убери ее, и пьеса не будет. В этой пьесе вот этой структуры нет, но при этом она держит внимание, невероятно интересно, как хочется дальше прочитать. И это, как бы, как глидоскоп каких-то невероятных характеров, и у каждого своя там какая-то правда. Я когда читал, у каждого своя правда, и при этом все будут. И вот с этим было интересно, как бы, вообще, вот, работать. Я просто был с ребятами на репетиции, вот. И вот эта пьеса у меня выбивается из общего фона уральской драматургии. Ну, вот, как я уже говорил перед началом, я вот не припомню, чтобы уральские драматурги писали исторические пьесы. Сейчас вообще, в принципе, не пишут, как бы, исторические пьесы. Но это, как бы, тоже не совсем историческая пьеса, это документальная, постдокументальная. Но, тем не менее, это о конкретном историческом событии. И что для меня вот важно, что сейчас уже неоднократно звучало, то, что эта пьеса вписывает наш город в литературу и в мировую историю, в общем-то. Потому что, как бы, здесь, в 18-м году, да, трагедия была, произошла, но это было событие мирового штата. И это, кстати, первое пьеса, которое вообще я сочетал на эту тему. И Олег Анатольевич, в общем-то, здесь такой первопроходец. На мой взгляд, это было очень интересно. Может быть, вы как-нибудь расскажете свои впечатления, поделитесь с какими-то мыслями, вопросы возникли к ребятам, к автору, к режиссеру. Мысли сразу, по-срединому. Дверь 10, ну, может быть, нашим драм-театрю, или нет, и не 100 метров, а там, и 2 километра отсюда, это, по-моему, магия, место. Тут «Перекрасный», «Перекрасный спектакль», «Последняя ночь», «Последняя царя», «Нашего детского драматуры». Не буду сейчас его называть. Спектакль был прекрасный, но в следующей сезоне его убрали, чтобы не ромблировать, не ромблировать. Вот это понимают... Я не знаю, что я... Я не знаю, что корректирую, потому что я вообще-таки был спектакль по уменьшению «Последняя царя» Да, но не совсем уральского... Ну, да, не совсем местного разлива. Нет, я слышала, что его убрали, потому что он был непосещаем, а не для того, чтобы никого не травмировать. Последняя царя будет посещать. Ну, здесь не идет речь, это еще покатило. Это просто чип, это на самом деле. Пьесы есть, но это... Пьесы есть. Мало того, я вам скажу, 20-й год. Один из иммигрантов, который с Урала оказался хабинкой, потом взял сурдоним северный, уже написал пьесу. Гибель императора Николая II. Нет, я не говорю то, что это первый пьес, в принципе, посвященный. Я говорю про Уральскую школу драматургии, которая, в общем-то... Мы находимся в столице этого Уральской школы. И до этого... У вас был вопрос, пожалуйста. Да, конечно, задавайте вопросы. Меня удивляет вот это желание, я действительно все это кругом города только обозначила. Вы, когда выступали, вы же сами пришли к тому, что это всеобщее российское безумие. Меня страшно удивило сегодня, что я в конце... Я прочитала сначала пьесы, но меня удивило, что в конце, когда звучало это музыка о Свердловске. Как раз таки читаешь и понимаешь, что это страшное российское безумие. И не знаю, мне, например, не настолько вот прямо-таки уж совсем важно, где это произошло. Это произошло бы и в каком-то, к сожалению, другом месте. То есть вот мне вот логика ваша не очень понятна. Вы все-таки, скажем, к книг Тюку прислушиваетесь, или вот то, что вот к тому вы пришли потом о российском безумии? Совершенно очевидно, что в России один большой дом, да, и дом очень, который очень своеобразный, если говорить, да, то есть не очень удобный для годовой жизни, но очень удобный для каких-то экспериментов, в том числе социальных, художественных. И русский человек, он обладает каким-то невероятным порогом болевым, да, и масса вещей, которые, скажем, я еще считаю, что, там, институции и так далее, принятие и понимание того, что произошло с нами в 18-м, 18-м, 37-м год, у нас вопрос непокаяния, но вопрос осознания проблем, потому что в обществе проблема, она так и осталась, существует, потому что вот эти, как сегодня, время вперед, звучала музыка, да, Свиридова, это же все осталось, понимаете, мы на это не жили, и это все вот осталось, это прорастает, прорастает, мы не смогли, мы не нашли в себе силы это сделать, к сожалению, как немцы, кому-то, наверное, это покажется, мы не нашли в себе эти силы, и поэтому так у нас сейчас все непросто. То, что коррупция была всегда, 300 лет, 400 лет, это все всегда было, дело не в этом, дело в менталитете и в том, что мы, ну, убили, убили, ну, пропали, ну, закопали, ну, закопали, ну, закопали, то есть, когда массовое понимание трагедии, оно не существует, оно существует, сколько каких-то кластеров интеллигентов, да, есть вот, нужно говорить, мне кажется, о таких вещах с нашим обществом, и задавать вопросы, задавать такие вопросы сами себе, и не находить, пытаться найти ответы, потому что, ну, вот, Достоевский не убить, да, ну, это же русский писатель сказал, а на русской земле, да, это же не плохо, но, тем не менее, это вот такая уж и мусорная проблема русского человека, очень противоречивая, очень размашистая русская артургера, и вот эта русская дубина, с каком-то шаляки убил, вот это все из этого, из этого мира, из-за русского противоречия, исключить русское противоречие, сделать, выхлебить русского человека, сделать его, скажем, обычайным невозможно, ну, как-то нам надо, понимаете, вот, ну, это сто лет, конечно, было совсем недавно, исторически, что-то нам надо с этим делать, потому что, ну, мы дальше не сможем, социально хотя бы, да, естественно, какой-то нравственный внутренний баланс можно существовать, и его сейчас нет, и поэтому, и поэтому так себя ведут люди, которые, для которых, например, Николай, да, широковласть, и непонимание того, что все же заканчивается, и нам одинаково, для меня, вот, лично, вот эта вот песня в конце, песня про Свердловск, она, в общем-то, очень логично вытекает, то есть, как бы, вся пьеса-то, она, в общем-то, о чем? Она о равнодушии, то есть, как бы, люди, пока убивали царя, люди занимались своими делами, и после того, как убили, там, дальше, там, город переименовали, все, дальше пошла своя жизнь, в общем-то, то, о чем говорит сейчас этот автор, мне кажется, это вполне логично. Ну, и, как бы, Александр Мориков, изи меня извозчик, здесь убили Николасов, а потом колоколап, ну, логичнее было бы она. Может быть, какой-то другой режиссер так и сделает. Это же решение, да. Да, это же решение. Я бы, наверное, очень понравился этот концерт. Может быть. Да, да, да. Ну, потом, можно вопрос? Да, да, конечно. Беспондент, что, мы пришли в Пешу прочитать, мы пришли в Пешу прочитать, и, в общем-то, очень-очень здорово, понравилось, мне лично Пешу, понравилось, я пилолог. Вот. Ну, к вопросу по поводу власти школы трампетрубия. Я не поняла, вот, по поводу другой, другой интонации, духовного настроения. То есть, ну, нет, она достаточно мрачная песа. Ну, мы сейчас говорим, что мрачная песа. Почему? Потому что, ну, о тяжелом событии достаточно честно говорить, во-первых. Во-вторых, действительно, у меня было такое ощущение, что драматург поставил перед каждым из нас некое зеркало, в котором мы так, читая один на один пьесу с собой, в каком-то из героев какие-то абресно, какие-то черты свои узнаем. Потому что, да, вы человек от толпы легче, чем иметь собственное слово и собственный голос. Так что, по поводу русской, уральской термонатургии, вы можете... Я не говорю то, что там... Да, во-первых, у меня вопрос, но это реплика. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, Николай Анатольевич, а как вы считаете, вот... Никак вы считаете, нет. Вы все-таки представляли перед собой какого... Или нет? Я просто не знаю природу рождения пьес. Вы какого-то зрителя представляете перед собой? Кого вы бы хотели видеть в зале, когда идет в ваш пьес? Вы можете... Я хочу видеть только вас, но вообще... На самом деле, я хотел бы вам с вами поговорить об этом. Или я права на это, я не знаю, наверное, нет, но... Нет, имеется в виду не географически, а вот какого зрителя. То есть возрастной, да, вот социальный портрет. Можете сказать, вот на какой возраст вы рассчитывали, допустим? На какой... На драматургу. Да. Что это цветы, которому будет, как вам кажется, эта пьеса нужна? Я бы рассчитывал, это очень сложный разговор, потому что пьеса, на самом деле, пишется для себя, но... Ну, конечно, я бы хотел видеть у вас молодых людей, скажем, от 16 лет до... Согласен. Ну, да, 80... Когда вопросы в жизни исчезают? 80 лет они исчезают? У кого как. Нет, вот просто я почему говорю, что диалоговые пространства возникнет именно, если в зале будут 16-18 лет. Если правильно выстроить модераторские, допустим, какие-то линейки, то разговор будет, потому что их это сейчас волнует очень. И чувство ответственности, и сколько это что, и сколько это ответственности стоит, если будет за это расплачиваться. И то, что каждый из героев, и то, что пьеса называется «Я вам принцаря», ну да, ответственность... Убили все, в том числе и Николай сам убил, кстати, в Сибири, прежде всего. Безусловно. Все, даже этот рубик, Курелёк, кстати, который, кстати, в Тоборске очень репетно рассказывает, историю очень репетно. Поэтому, да, я думаю, что для молодежи, это ответственно, наверное, надо поставить. Причем не просто поставить, да можно даже сделать читку не с помощью, не при помощи профессиональных карпелов, а при помощи подростков. Дать им возможность озвучить эту работу. Хорошая идея. Это будет интереснее, такой психокарпелий. Спасибо. Не знаю, можно ли говорить об этом или нет, Лариса Абашева, у нее есть эксклюзивный проект, и они делают десятую половину читку. Ну да, на песке там было поставлено, да, и... Можно тот опыт посмотреть. Опыт постановки Абашевой можно посмотреть. Да, и потом сейчас в Тюмени... Ну это тоже читка, это не постановка. Да, это читка, конечно. А ставить будет в Тюмени, Театр Энгажемент, вот тоже, вот как бы, вот, идеальный зритель для автора этой Кейнбуржеца, а первая постановка в Тюмени. Вот, то есть, как бы... Потому что они с Геной. Очень серьезно, да. Вот вы знаете, я впервые на моем видео испытываю такие эмоции, когда... Как-то мне неловко из-за того, что пьеса сама по себе существует, и она... Почему-то я этой пьесе... Вот у меня нет числа ее, потому что никто к этой пьесе... Почему-то нет. Потому что, видимо, она документальна-пудокументальна, но... Вы знаете, тут есть один такой удивительный момент. Это я вот когда писал, вот, одел, да, как вот ребята-актеры, вот, костюмы, и эти персонажи, знаете, как бы все исходные данные... Вы знаете, все совпадают, все, и офицеры, и генералы, в том числе, и великие княжные, и все абсолютные водители, и все в одном мещанской... Ну, это не правильно слово, но мещанской психологии. Понимаете, что значит мещанская психология? Ну, а психология обывателя, она... Это настолько... Она реалистична, и... Абсолютно... Абсолютно... Непробиваема, да? То есть, что такое жизнь? Работа, семья, заработок, и котик, все в черту на матерь. Понимаете? Это все так живут во всем мире. И вдруг приходит там какой-то Гитлер, или Ленин, или еще кто-то, и эти люди... Раз, в кучу, и ты. Я вот никогда не понимал, что имеет в виду человек, когда говорят, выдавливай себя, раба. Вот эта вот черта, конечно, мне кажется, вот после этого материала, для меня самый главный опыт, это вот все, что я связано с этим чертам. И это невероятно удивительные вещи. Вот именно о том, что почему сюда привезут... Ну, потому что здесь ипатий, ипатевский дом, ипатевский мангстиль. Вот даже, когда здесь это нет песен... Вот, например, вот эта гиря называется... Вот эта баба-чуркуна, которая сбивает дом. Там даже гост... Господа, гост... Вот прямо ты читаешь, что гост совпадает с датой ипатевского... В большинстве романов. Дата коронации. Это вообще может быть, конечно, странно, но там очень много совпадений, которые ты не понимаешь. Вот просто это удивительно. Столько в этой истории метафизики, масса совершенно разных воззрений, идей на... Не на Зарбинску Юровского, и... Это очень такая история, которой мы долго еще будем заниматься. И она... Свердловский не отпустится, то она будет все равно. У тебя, знаете, говорился одним актером... Московский у нас, бывший... Учился у нас поэтом Зозборовым. И вот он мне говорит, ты знаешь, я... Сейчас он играет в Москве, и... Он говорит, ты знаешь, я всегда уезжал в Свердловске, и я испытывал вот это... Нечто такое... Мы привыкли... Ну, скажем... Вот моя супруга, Элина Владимировна, когда она впервые попала в храм на грани, она испытала невероятные эмоции, на которые мы привыкли. Понимаете? Вот мы... Ну, ипатевский дом, там, еще что-то... Для людей в России это вообще-то... Это очень много чего значит, понимаете? Ну, а мы как-то... Ну, ипатевский дом, ну, что такое... Это... Это вызывает шок в России. Мы к этому привыкли. Нет, Олег, можно я перепью? Значит, привыкли... Я не знаю, наверное, это кто-то с кем общается. Мой опыт говорит о том, что никаким образом никто не привык. Вот я, например, эту тему, периодически на нее натыкаюсь. И не только там за пределами, и здесь тоже. И я думаю, ПЕС, это она по-хорошему провокационна. Это, на самом деле, ну, обвинение, что мы будем говорить, это так и есть. Все... Вот мы все есть эти самые обыватели. Просто если говорить об исторической стороне, то, конечно, я не думаю, что это историческая пьеса. Потому что отношение было, безусловно, тогда не только вот равнодушие, но оно разное было. Там была действительно опасность какая-то. Кто-то пытался что-то сделать, была ненависть и раздражение дикое по отношению к императору. Мне очень показалось правильным, ну, вернее, как сказать, интересным, нужным вот этот выход последний Николая. Но мне кажется, к этому будут очень большие вопросы, потому что, безусловно, это не историческая ситуация. Но здесь заложено внутри этой ситуации убийство. Это же не просто убийство, там, детей, девушек, беззащитных людей, пленных. Это убийство императора. Я очень часто слышала отношение такое, что он, в общем-то, ведь он военный, он отец. Что он сделал? Он не знал, в какой стране он живет. Он скидывал в себя эту власть, а не понимая, к чему это приведет, вот это раздражение, оно и сейчас живет на самом деле. Оно существует как реальность. И поэтому, с одной стороны, ну, возникает, да, как только мы чувствуем какую-то жесткую руку, да, это возникает у нас какое-то отторжение. То есть с нами так не надо. И в то же время, как только этого нет, мы начинаем понимать, что внутри настолько, вот, мы все равно в котле живем. Этот котел, он когда-то, может быть, затихает, потому что внешняя угроза возникает, но, в принципе, брожение. Здесь мне показалось, я вообще ждала какой-то большей, мне показалось, что, да, это вот выбор автора, взять вот эту обывательскую сторону и только. Вот, ну, это, на самом деле, выход на проблемы, абсолютно законно возникло ощущение, что, да, и в это время приходит Гитлер, неважно кто приходит, вот это какое-то зло в тот момент, когда все просто живут. Это действительно происходит. Но мне кажется, что человек не может жить в постоянной ответственности. Он просто, вот даже если бы это гипотетически хотелось бы сделать, человек все равно устает, уходит и начинает жить какое-то время другой жизнью. Потому что, как только нерв политический назревает, мы же тоже начинаем от этого уходить, потому что тоже что-то ненормальное. Люди не должны так жить, постоянно в ощущении, что мы виновны, и сейчас что-то происходит. Я хочу сказать спасибо за пьесу. Она сложна тем, что, вы знаете, вот мне кажется, она каким-то эхом хороша. Я думаю, что с ней будут спорить. Я думаю, что должно быть, чтобы это вызывало разное отношение и к пьесе, и к позиции автора, и вообще к ситуации самой. И мне кажется, это никуда особо не ушло, и у нас в городе, и возможно ли какие-то вещи. Вообще был ли, если говорить о конкретной ситуации, шанс у Романова вообще им остаться в живых? Вообще нет. Нет. И он не мог это не понимать, находя... Ведь его же не случайно выбрали. Это человек, который родился, стал императором. И до чего он на самом деле... Это вообще жертва, а в какую пучину сама страна потом погрязла? И сколько потом было этих детей? Бесчетное количество. То есть, насчет я убил царя, вот я абсолютно согласна. Прежде всего, он убил в себе императора, и вот это было первое, что... Другое дело, что встать на его место и как бы мог... Это очень сложная. Тема очень сложная. Говорить об этом, безусловно, надо. Но я думаю, это все происходит с нами. Спасибо за плюс еще раз. Может, у кого-нибудь есть вопросы к актерам? Например, как они работали над играми?